Здравствуйте! В эфире вечерний выпуск новостей в студии Лидия Молодцова. Вначале коротко о главном. Участие Азербайджана с представителями Армении в неформальной встрече в Кишиневе возможно только при условии незамены брюссельского формата и неизменения этого формата, заявили в МИД. Провокация Армении как всегда происходит на фоне интенсификации переговоров по мирному договору, а также ожидаемых переговоров между лидерами, что свидетельствует о том, что Ереван не заинтересован в мирном процессе. Министр национальной обороны Турции Холуси Акар пригласил главу Минобороны Азербайджана понаблюдать за международными учениями «Анатолийский орел-2023» в Кони. Группа шведских путешественников в рамках визита в Карабах и восточский Зенгизур ознакомилась с последствиями вандализма, учененного армянами в Ходжавенском и Физулинском районах. Азербайджан, взявший на себя в 2000-м обязательство по сокращению бедности вдвое, вошел в число 18 стран, выполнивших эту задачу, и стал одной из 29 стран, сниживших бедность до уровня менее 5%. Сегодня, начиная с 17.00, подразделения вооруженных сил Армении с огневых позиций в Зодском направлении Басаркичарского района с применением Гаубиц Д-30 обстреливают позиции азербайджанской армии в этом направлении условной границы, сообщает Министерство обороны Азербайджана. Подразделения вооруженных сил страны принимают адекватные ответные меры. Ранее сегодня Минобороны Азербайджана сообщало о том, что вооруженные силы Армении стягивают дополнительную силу и военную технику в указанном направлении. Тем самым армянская сторона пытается подготовить почву для новой провокации. Вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркичарского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположной позиции азербайджанской армии. В результате провокации погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии. Еще один военнослужащий получил тяжелое ранение в голову. Минобороны Азербайджана заявили, что вся ответственность за возникшую напряженность в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении. Тот факт, что провокации Армении, как всегда, происходят на фоне интенсификации переговоров по мирному договору, а также ожидаемых переговоров между лидерами, свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мирном процессе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана. Подобные действия Армении, наносящие ущерб переговорному процессу, должны быть отвергнуты и осуждены международным сообществом в строгой форме, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана. Подробнее об этом мы поговорим с нашим гостем. К нам подключается доктор юридических наук, чрезвычайный и полномочный посол Нами Калеев. Нами Калеев, добрый вечер. Добрый вечер, лидер. Что ж, очередная провокация вооруженных сил Армении, в результате которой погиб военнослужащий азербайджанской армии, еще один получил ранение. И вот прямо сейчас, как я уже сказала ранее, ведется обстрел азербайджанских позиций. То есть для Армении это стало уже такой некой традицией совершать различного рода провокации на фоне переговорного процесса, на фоне важных встреч. Вот получается, что Ереван все же преследует цель сорвать мирные переговоры. Ну, в принципе, мы это все наблюдаем на протяжении уже очень многих лет. И мы с вами прекрасно знаем, что тактика и, в принципе, и стратегия армян, она не меняется. Ведь, посмотрите, это все ожидаемо. И мы, в принципе, ждали всего этого, потому что, ну, во-первых, сама обстановка и события, которые происходят в мае, они свидетельствовали о том, что армяне окажутся верными себе и, в конце концов, начнут совершать подобные провокации для того, чтобы, если не сорвать, то хотя бы затянуть вот этот переговорный процесс, ослабить то давление, которое на них оказывается для его продвижения и, в конечном итоге, подписания мирного договора. Они сделают все для того, чтобы вот свести на нет те усилия, которые предлагаются странами, заинтересованными вот в этом процессе и прежде всего Азербайджаном, конечно. Мы видели оптимизм, который источала американская сторона по поводу переговоров в Вашингтоне. При этом наши заявления были в связи с тем, что мы не до конца удовлетворены этими переговорами. А армянская сторона говорила о том, что они, в принципе, ничего не принесли для них. Поэтому из всего этого можно было сделать вывод, что армянская сторона, конечно, проиграла эти переговоры, хотя цели, поставленные нашей стороной, они, конечно, до конца достигнуты нет. И вот, ну, какие-то подвижки, естественно, были и по каким-то моментам договоренности были. Так вот, чтобы свести на нет эти договоренности, эта провокация была ожидаема. Еще ранее мы, если вот те наши зрители, которые следили за армянскими медиа, за прессой армянской, обратили внимание, и очевидно, я попытаюсь напомнить этот факт, что в середине апреля армянская сторона прессы заявила о том, что приостановлены работы на ЗОДском руднике со стороны Армении по Саркичарском районе, и рабочие из этого рудника отпущены до 15 мая. В это же время, примерно, на кладбище в Яралбуре, которое посетила министр иностранных дел Франции Кэтрин Колон, вот, начали рыть новые могилы. А если мы присовокупим к этому еще вчерашнее завещание Пашиняна с силовиками, да, пожалуй, еще несколько фактов, дающих нам возможность, о которых я подробно говорить не буду, дающих нам возможность судить о том, что Пашинян получил определенные инструкции в этом плане, то мы можем сказать, что все это выстраивается в ту цепочку, которая, собственно говоря, и свидетельствует о преднамеренной, подготовленной провокации со стороны Армении. Что привлекает внимание здесь? Использование армянской стороной оружия, предоставленного Ираном, и, в частности, барражирующих боеприпасов. И это говорит о том, что армяне, в принципе, готовятся. О том, что они готовятся и готовились, свидетельствует также заявление Министерства обороны Армении о том, что вводя обстановка стабилизировалась. Наше же министерство говорит о том, что армяне скапливают войска и средства для продолжения своих провокаций. Вот эта информация двух министерств обороны напомнила мне тактику, которую армяне использовали в Первой Карабахской войне, когда совершали провокации, захватывали наши села и тут же предлагали вести переговоры, что все, все, мы останавливаемся, давайте вести переговоры. И пока вот велись эти переговоры, они готовились к очередному нападению на очередное село, совершали подобные провокации, зверства свои захватывали эти села и опять-таки переходили, успокаивали нас, переходили к мирным переговорам. И вот эта тактика, ничего не меняется, они используют ее сейчас и пытаются, так сказать, сказать, что ну все, мы прекратили провокацию, обстановка стабилизировалась, продолжает скапливаться техника и вооружение на границе. Поэтому мы четко понимаем, что провокации, очевидно, будут продолжаться, тем более, что встречи, которые запланированы 14 мая в Брюсселе и 19 мая в России, 1 июня в Кишиневе, они, конечно, побуждают армянскую сторону для того, чтобы тот небольшой успех, скажем, переговоров, который был достигнут в Вашингтоне, он был сведен на нет, он как бы нейтрализован. И попытка армянской стороны все-таки обычная, стандартная попытка объединить Азербайджан в определенных провокациях, она работает и пытается, так сказать, использовать ее для обоснования своих препятствий и продвижения мирного процесса, который они будут осуществлять, выдвигать в процессе вот этих переговоров, о которых я вам уже сказал. Так что мы ждем очередных провокаций, я думаю, что они будут, потому что армянская сторона, по всей логике тех событий, которые мы всегда наблюдали, наблюдали во всех их действиях, это все было ожидаемо, и я думаю, что вот в этом мирном процессе они будут осуществлять, конечно, свои действия. Ну, Микмаря, мне также хотелось бы отметить тот факт, что различного рода провокации со стороны вооруженных сил Армении, они происходят в знаменательные дни для Азербайджана, вот как, к примеру, вчера юбилей общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, либо проведение каких-либо важных международных конференций в Азербайджане, в дни фестиваля Хары-Бюльбюль в культурной столице страны. То есть в то время, как в Азербайджане проходят значимые мероприятия, в том числе и на освобожденных территориях, вновь мы слышим звуки выстрелов, и Армения пытается дестабилизировать обстановку в регионе в очередной раз. Но это отражение сути вообще самого армянства, потому что мы с вами прекрасно все эти годы наблюдаем вот тот характер, те свойства, которые присущи, я бы не сказал, что в целом всего народа, а вот этой категории людей, которые живут той идеологией, теми мифами, которые господствуют в этом обществе и которые питают вот эту среду и агрессивную среду, претендующую на соседские территории, среду, которая живет, и вот сегодня живет реваншизмом, которая живет ненавистью к другим этносам, претендует на земли соседей для того, чтобы воссоздать в кавычках этот миф о так называемой Великой Армении, которая в истории, естественно, не существовала. И вот это желание, вот это стремление, как бы, ну где-то даже, извините за выражение, ну да гадить, сделать что-то плохое соседям, оно живет. Мы с вами все прекрасно знаем этот характер, эти свойства, которые были присущи вот этим лицам, которые и осуществляли нашу агрессию, и которые осуществляли те военные преступления на территории Азербайджана, которые разрушали все, что было создано годами на этих землях, стирали с литиса земли и исторические памятники, и жилые дома, и объекты культуры. Ну то есть все, что было создано трудом людей. И за это время вместо этого ничего не создали. Вот эти люди, естественно, для них празднование столетия, тем более такого выдающегося государственного деятеля, такой выдающейся личности, как Гейдар Алиев, это доставляет и доставляло определенные мучения. Они не выносили вот этой ситуации, они даже не подождали, когда истечет вот этот 10 мая, этот день юбилея, и уже вечером начали совершать эти провокации. Я думаю, что мы сегодня и в принципе все вокруг, а тем более Кавказ, кавказские люди, они все это прекрасно понимают. И вот эта провокация, которая была осуществлена, и началась она 10 мая, день празднования, юбилея, она показывает, что армяне в принципе не являются кавказским народом. Они пришли люди, они не живут по кавказским законам, они не живут по тем законам, которые здесь привыкли жить. Все те народы, которые живут на Кавказе испокон веков. И вот эта их пришлость, она в этом и проявилась, вы понимаете. Они не чувствуют вот этих кавказских законов, они не чувствуют гордости, чести, понятия соседства, понятия дружбы, понятия уважения своих соседей. Вот эти свойства, которые им не даны, они, собственно, привели к тому, что провокация была совершена именно 10 мая. Поэтому я думаю, что мы все поняли, а то, что началось 10 мая и продолжалось в принципе сегодня, продолжается сегодня, это все очередное разоблачение армян перед своими соседями, очередная демонстрация того, что они пришли на Кавказе люди. Намик Мэри, большое вам спасибо, что ответили на наши вопросы, уделили нам свое время. Спасибо за приглашение. Всего доброго. К нам подключался доктор юридических наук, чрезвычайный полномочный посол Намик Алеев. Новая провокация – ничто иное, как попытка сорвать переговорный процесс. Такого мнения придерживаются эксперты касательно провокации вооруженных сил Армении. Не удивляет аналитиков и тот факт, что обстрелы армянской стороной азербайджанских позиций происходит именно в преддверии предстоящих переговоров двух стран – в Брюсселе и Москве. Тенденция постоянных провокаций со стороны Армении уже стали нормой. Каждые такие переговоры – важные встречи по нормализации отношений сторон сопровождаются попытками армян дестабилизировать ситуацию в приграничной с Азербайджаном зоне. Ничто иное, как очередная попытка сорвать переговорный процесс. Такого мнения придерживаются эксперты касательно провокации вооруженных сил Армении. Не удивляет аналитиков и тот факт, что обстрелы армянской стороной азербайджанских позиций происходят именно в преддверии предстоящих переговоров двух стран в Брюсселе и Москве. Тенденция постоянных провокаций со стороны вооруженных сил Армении уже стали нормой. Каждые такие переговоры – важные встречи по нормализации отношений сторон, или же визит посредников в регион, сопровождаются попытками армян дестабилизировать ситуацию в приграничной с Азербайджаном зоне. Это делается с единственной целью, чтобы напомнить, что Армения все еще не смирилась со своим поражением, и она все еще надеется на какое-то более благоприятное для себя заключение мирного договора, если они вообще к этому стремятся. Это, конечно, попытка доказать, что они на что-то еще способны, и что поражение, которое они потерпели, это для них, так сказать, только переходный этап, не более того, и они, в общем-то, продолжают готовиться к тому, чтобы, видимо, показать всему миру, что Армения не потерпела поражение. Очевидно, идет нагнетание ситуации. Ереван не готов сейчас подписывать мирный договор и предпринимает максимум попыток для дестабилизации, используя ситуацию, при которой Российская Федерация занята решением проблем на Украине и фактически боевыми действиями с блоком НАТО. Я думаю, что в любом случае Москва сейчас каким-то образом отреагирует на сложившуюся ситуацию и не допустит расширения конфликта. По словам аналитиков, складывается такое впечатление, что в Армении просто-напросто выжидают, когда в соседней стране стартует какое-либо важное международное мероприятие. Каждый раз, когда в Азербайджане проходят конференции, форумы, фестивали, вооруженные силы Армении осуществляют провокации. Исключением не стал и международный музыкальный фестиваль «Харабирбюль» в Шуше, а также мероприятия, приуроченные к столетию общенационального лидера Гейдара Алиева. По сообщению Министерства обороны Азербайджана, в результате очередной военной провокации Армении погиб азербайджанский военнослужащий Новоруз Ализаде Орхан Эльхануглу. Непрекращающаяся агрессия демонстрирует истинные намерения Еревана, в глаза заявлениями о готовности к миру. Судя по всему, не все рады перспективам установления мира между Арменией и Азербайджаном. Есть среди, как других ведомств, в том числе военных ведомствах, те, которые не хотят это перемирение, потому что они связаны с каким-то образом армянской лобби, с другими спецслужбами и так далее, тому подобное. В этом случае, честно говоря, я не знаю, и мои коллеги тоже, вот не можем ответ конкретный дать вам, если это Вашингтон, это не соответствует действительно. Если это, значит, Франция, у них есть там свои наблюдатели. Если Европа уже ожидается совсем ближайшем будущем там встречи. Если там Москва, ну вроде и Армения, Азербайджан согласились там встречаться. Вот мне кажется, что именно здесь играет большую роль характер вот этого конфликта, характер армянства. Много вопросов у экспертов и к гражданской миссии ЕС, которая за все время своего пребывания на территории Армении ни разу никоим образом не отреагировала на агрессивные действия Еревана. Скорее всего, те наблюдатели, которые сейчас находятся на границе, европейские наблюдатели, как мы видим, они не помогают совершенно установлению мира, а только константируют происходящее для своего руководства. И понятным причинам, конечно же, мы все знаем, что Европа не заинтересована в том, чтобы был мир в Армении, в Азербайджане. Им необходимо лишь установить свое влияние, свой контроль, воспользовавшись ситуацией именно контроль, в том числе и над Арменией. Как обычно, согласно традиции, дестабилизируя ситуацию в регионе, Ереван переводит все стрелки на боку, обвиняя во всех бедах, в том числе распространяя дезинформацию. Цель одна – вести международное сообщество в заблуждение. Аналитики отмечают, что не сумев сорвать переговоры в Вашингтоне, Армения прибегла к очередной военной агрессии. К слову, сразу после вашингтонского трека были совершены провокации. Армянские подразделения открыли огонь по трактору, выполнявшему инженерные работы на территории Лачинского района, и подобные случаи происходят на регулярной основе. Армянские, как говорится, политические силы, они не очень заинтересованы в этом мире. Они считают для себя этот мир позорным, потому что якобы мы признаем Армении, признают нас селы нашего государства, в том числе и Карабах внутри Азербайджана. А там эти линии, которые происходят там 75-го года, естественно, где находятся наши войска, это наши земли. Поэтому они думают, что лучше война, чем мир. Эксперты вспоминают и события конца 80-х годов прошлого столетия, в частности, необоснованные территориальные претензии Армении к Азербайджану. Армянская агрессия против азербайджанского народа впоследствии привела к оккупации азербайджанских территорий, этнической чистке мирного населения. И вот спустя почти 30 лет, когда Азербайджан освободил свои земли от оккупации, восстановив историческую справедливость, Баку протягивает руку помощи Еревану, говоря о готовности к примирению и подписанию мирного договора, несмотря ни на что. Однако Армения, вместо того, чтобы задуматься о светлом будущем своего народа, выбирает путь в никуда, оставаясь изолированной от всех возможностей, которые ей может открыть мир с Азербайджаном. Эльнара Алиева, CBC. Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева также распространила обращение в связи с очередной провокацией вооруженных сил Армении. Ереван, игнорируя призывы Азербайджана к миру, продолжает военные провокации, направленные на грубое нарушение прав человека. Сабина Алиева выразила глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего армии Азербайджана, а также категорически осудила провокации Армении, которая не заинтересована в мирном процессе в регионе и продолжает свою оккупационную политику. Вопреки постоянным призывам к миру, Армения целенаправленно обостряет ситуацию в регионе, грубо нарушая нормы и принципы международного права и международного гуманитарного права, совершает провокации для возникновения новых очагов конфликта. Абудсмен обратилась к международным организациям с требованием принятия решительных мер для предотвращения совершения военных провокаций вооруженными силами Армении и восстановлению миру в регионе. В прошлом году в Брюсселе при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля состоялись несколько встреч между президентом Азербайджана Ильхамом Малеевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В декабре армянская сторона отказалась от участия во встрече в том же формате в Брюсселе, тем самым препятствуя мирному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде. Он отметил, что азербайджанская сторона дала согласие на брюссельскую встречу, которая не состоялась в прошлом году и проведение которой планируется возобновить в мае по инициативе и при участии президента Совета ЕС Шарля Мишеля. В то же время была предложена встреча между лидерами Азербайджана и Армении с участием президента Франции и канцлера Германии в рамках очередного заседания Европейского политического сообщества в Кишиневе. Азербайджанская сторона заявила о возможности участия в неформальной встрече при условии, что брюссельский формат не будет изменен. Учитывая о деталях указанной встречи, подробной информации предоставлено не было. Окончательного согласия на участие во встрече в Кишиневе пока нет. Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с основателем и руководителем Международной гуманитарной организации «Корни мира» Хайди Кюн. Министр проинформировал гостью о минной угрозе, возникшей в результате 30-летней оккупации Армении и азербайджанских земель. По сей день граждане Азербайджана становятся жертвами мин, массово установленных Армении, которая не желает сотрудничать с Азербайджаном в области разминирования. Минная угроза также препятствует восстановительным работам в Карабахе и процессу возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края. В свою очередь глава гуманитарной организации Хайди Кюн подчеркнула важность нормализации армяно-азербайджанских отношений для всего региона. Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению своего турецкого коллеги Хулуси Акара находится в Турции, городе Кунья, где он наблюдал за ходом международных учений «Анатолийский орел-2023». Учения, в которых задействована группа личного состава военно-воздушных сил Азербайджана и штурмовики Су-25, прошли с участием представителей Турции и Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Великобритании. Делегации свыше 10 стран приняли участие в международных летно-тактических учениях в качестве наблюдателей. Через несколько дней в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Сегодня стало известно, что Мухарем Инджи, возглавлявший партию Отечества, заявил о снятии кандидатуры и выходе из борьбы за высший пост. Его выступления транслировали местные телеканалы. Подробнее об этом мы поговорим с корреспондентом из Турции Туралом Ассади. Турал, здравствуй. Добрый вечер, Лидия. Пожалуйста, тебе слово. Благодарю. Действительно, вот такие слухи, Лидия, уже ходили несколько дней, потому что на протяжении порядка 10-15 дней активно против Муаремы Инджи продолжалась анти-Муаремовская кампания. И как сторонники оппозиции, а по мнению некоторых экспертов, так и сторонники провластных партий пытались как-то устранить Муарема Инджи. Но в большей степени, безусловно, по мнению экспертов, этого хотела оппозиция, потому что считалось, что Муарем Инджи оттягивает на себя определенное количество голосов, определенный процент, порядка как минимум 2-3 на сегодняшний день, так считалось, голосов, которые могли бы быть решающими в первом туре 14 мая. Именно считалось, что эти голоса, вот несколько процентов, мешают Калыч-Тару-Глу, скажем, одержать победу при первом же туре. И с этой точки зрения оппозиция очень много его критиковала. Здесь речь идет о ярых сторонниках Кемаля Калыч-Тару-Глу, партии, народно-республиканской партии. И в этой связи на сегодняшний день эксперты заявляют о том, что Муарем Инджи делает неверный выбор, а речь здесь идет о том, что о нем говорили вот как о кандидате, имя которого очернено некоторыми видео, которые несколько дней подряд распространялись в сети. Безусловно, Муарем Инджи говорил о том, что никакого отношения он к этим видеокадрам не имеет никакого отношения. Речь там шла также и о том, что якобы Муарем Инджи получал некую денежную сумму, некую, то ли правительственную структуру, то ли непонятно от каких кругов. Там точности не было, но тем не менее говорилось даже о 5 миллионах долларов. Это действительно большая сумма, когда речь идет о кандидате в президенты. И когда до выборов остается всего лишь 3 дня, и Муарем Инджи до этого несколькими днями ранее отменил сразу два своих митинга, которые должны были пройти в один день. Заявлялось о том, что у него проблема с его здоровьем. И по всей видимости, все это было связано как раз с сегодняшним его заявлением. Он проводил встречи, и на уровне его партии принималось решение касательно снятия его кандидатуры. И вот сегодня как раз-таки он объявил о том, что он прерывает свою президентскую гонку предвыборную и не будет выступать в качестве кандидата. И сразу же после этого, в ходе своего митинга в Анкаре, президент Турции, Ведер Тейфер Дага, прокомментировал данный вопрос. Он заявил, что с сожалением узнал об этой новости. И он сожалеет об этом, что Муарем Инджи не продолжит борьбу. Он этого хотел бы. И для этого и в Турции существует демократия, что каждый, кто может набрать необходимое количество подписей и иметь достаточное количество сторонников, может стать кандидатом в президенты и быть избранным в случае, если народ сделает такой выбор. Кирилл Анатольевич Таруглу, как раз-таки подседатель Народной республиканской партии Турции и кандидат от Объединенной оппозиции, также сделал на этот счет заявление. Он здесь уже более конкретно и открыто заявил о том, что он приглашает Муарема Инджи в свои ряды в оппозиционный блок с тем, чтобы переманить его голоса к себе, чтобы его сторонники голосовали за кандидатуру Кирилл Анатольевич Таруглу. Пока комментариев каких-то от Муарема Инджи по этому вопросу не было. Возможно, в ближайшие часы что-то будет заявлено, объявлено на этот счет. С другой стороны, интересным также является факт, что после этого стали распускаться слухи касательно того, что кандидат от фракции АТА, Синануан, также намерен снять свою кандидатуру, отказаться от кандидатуры. Но он прокомментировал данный вопрос, заявил о том, что это неправда. И все это черный пиар и игры против него. И прислал своих сторонников не поддаваться всему этому. И безусловно голосовать за него на предстоящих выборах. И касательно его кандидатура, кстати, за последнее время он, согласно опросам, набирал уже больше голосов, чем сам Муарем Инджиев. И вот в этой связи, как я и сказал, осталось три дня до президентских и парламентских выборов в Турции. Вот на сегодняшний день такое неожиданное решение принял кандидат от партии Отечества Мамлякет Муарем Инджиев. Будем дальше следить за новостями и рассказывать о них нашим зрителям. Лидия, слово тебе. Большое спасибо, Турал. К нам подключался Турал Асадим, корреспондент из Турции. В Министерстве иностранных дел Азербайджана поприветствовали приговор Верховного суда Калифорнии в отношении армянина, который совершил нападение на азербайджанцев во время их мирного протеста возле здания генконсульства в Лос-Анджелесе в июле 2020 года. Преступление было совершено на почве ненависти к азербайджанцам. Аванес Сукиасян был привлечен к уголовной ответственности, а также обязан возместить все расходы потерпевшего. В культурной столице Азербайджана, городе Шуша, сегодня завершился международный музыкальный фестиваль «Хары-бюль-бюль». Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Инстаграм новыми кадрами с фестиваля, где солисты тюркского мира исполнили карабахскую композицию. Чем же запомнился международный музыкальный фестиваль «Хары-бюль-бюль» в этом году в материале моей коллеги Жали Гусейновой. Грандиозный музыкальный праздник в культурной столице Азербайджана. За открытием международного фольклорного фестиваля «Хары-бюль-бюль» наблюдал весь азербайджанский народ. По традиции, проходящий на равнине Джидыр-Дюзю и начавший свою работу 9 мая фестиваль, собрал деятелей культуры из множества стран мира – Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Узбекистана, Татарстана, Турции и других. При открытии выступали наши танцоры и вокалисты. Они пели там нашу народную песню «Кюш-теп-ты». Шуша – город очень красивый, нам очень понравился. Реставрации идут, музеи побывали, музей Хейдара-Лива. Там уже видно, там очень красиво сделаны, там портреты, вот эти скульптуры очень красивые. Город Шуша в 2023 году был объявлен Международной организацией тюркской культуры, культурной столицей тюркского мира. В этом году в Международном музыкальном фестивале «Хары-Бюль-Бюль» приняли участие творческие коллективы стран-членов Тюрксой, тюркоязычных государств и стран региона. Проведение мероприятия носит символический характер, так как совпало со столетием со дня рождения великого лидера Гейдара-Лива. Из 17 стран участвовали артисты, и каждый представлял свое искусство, свое достояние. И в основном я, как специалист хореографии, мы одновременно у друг друга учили что-то новому. У нас одновременно во время репетиции брали мастер-классы у друг друга. Два дня, 9 и 10, мы участвовали на концертах 9-го открытия фестиваля, а 10-го – 100-летие Гейдара-Лива. Мы из Узбекистана, целая делегация, привезли свои самые лучшие песни, музыки, танцы и поваров, и ремесленников. По случаю юбилея великого лидера в культурной столице в рамках фестиваля была организована выставка «Гейдара-Лив и Карабах», посвященная поездкам общенационального лидера в Карабах, его участия в различных проведенных здесь мероприятиях и встречах. Также в усадебном комплексе Мехмандаровых была представлена концертная программа «Общенациональный лидер Гейдара-Лив – любимые песни». Кульминацией дня стал салют, за которым с интересом наблюдали гости фестиваля и жители культурной столицы. Традиция проведения международного фестиваля «Хары-Бюль-Бюль» в городе Шуша возобновилась после освобождения города от оккупации 8 ноября 2020 года. В общей совокупности фестиваль был проведен пять раз. Жаля Гусейнова, Си-Би-Си. Продолжается визит шведских путешественников в Карабах и Зангизур. Зарубежные гости успели побывать в Физули, а также в Азыкской пещере. Моя коллега Эллада Мамедова отслеживает их визит. У ней узнаем все подробности. Эллада, здравствуй. Здравствуйте, студия. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем отслеживать визит шведских путешественников в Карабах и восточный Зангизур. И сейчас мы находимся в городе Агдам. Позади меня вы видите Джума-мечеть, которая сейчас реставрируется. И путешественникам было рассказано о том, что в годы оккупации этот религиозный памятник использовался не по назначению. Минореты служили наблюдательными пунктами, а в молитвенных залах содержались животные. Однако сейчас эта мечеть уже восстанавливается. В целом я хочу отметить, что до оккупации Агдам был развивающимся центром, где была развита легкая, тяжелая и пищевая промышленность. Здесь были и школы, и детские сады, и дома. Здесь проживало очень много людей. Однако все изменилось, когда сюда вошли оккупационно-армянские войска и захватили Агдам. И не зря Агдам называют Хиросимой Кавказа, потому что за годы оккупации город был буквально стерт с лица земли. Но сейчас Агдам восстанавливается и планируется, что он превратится в образовательный центр. Здесь будет функционировать Карабахский университет. Как я и сказала, мы продолжаем отслеживать визиты. До этого мы побывали в селе Городис, Физелинского района, где путешественникам рассказали о том, что село Городис является одной из самых загрязненных территорий минами в Азербайджане. И работы по разминированию продвигаются очень медленно, потому что, во-первых, Армения не предоставила Азербайджану достоверную карту минных полей. Во-вторых, эти мины размещены на очень небольшом расстоянии. И, как рассказали путешественникам, сначала мины обезвреживаются вручную, то есть те мины, которые заложены на глубине не более 20 сантиметров, затем работают собаки-миноискатели, а после уже идет в строй техника. До этого нам путешественники смогли побывать в Азыхской пещере, а также в городе Физули. В целом, сегодня еще запланировано посещение сел Сугу-Вушан и Талыш Тартарского района Азербайджана. И на сегодняшний день это все места, где побывают шведские путешественники. Их путешествие, их визит продолжится еще 12 и 13 числа. Съемочная группа CBC продолжит отслеживать этот визит, и мы будем рассказывать вам обо всей информации. На этом у меня пока все. Студия. Большое спасибо, Эллада. Я напомню, к нам подключалась наша коллега Эллада Мамедова. Она отслеживает визит шведских путешественников в Карабах и Зангизур. А теперь к новостям в экономике. Экономический блок представит моя коллега Анастасия Панарина. Бесценный вклад в формирование и развитие отношений Азербайджана с Организацией Объединенных Наций внес общенациональный лидер Гейдар Алиев. Это отмечали участники конференции в Баку на тему роль Гейдара Алиева в реализации проектов развития ООН в Азербайджане. Мероприятие приурочено к объявлению 2023 года годом Гейдара Алиева. При общенациональном лидере были определены важные направления деятельности страны для реализации инициатив ООН по развитию. Были приняты меры для установления более тесных связей Азербайджана со странами по всему миру, развития в экономической, а также гуманитарной сферах. В целом, укрепление позиции Азербайджана на международной арене было одним из основных вопросов, которым уделял внимание великий лидер. Об этом сказал в своем выступлении министр экономики Азербайджана Микайл Джабаров. Важную роль в развитии сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, членом которой страна является с 1992 года, сыграли также выступления на Генеральной Ассамблее ООН общенационального лидера. Гейдер Алиев рассказывала о политико-экономическом положении Азербайджана и политических принципах по отношению к мировому сообществу. Детально информировала об агрессии Армении против Азербайджана, доведя до внимания стран-членов ООН в тяжелое положение, в котором оказалась республика. Наряду с этим, при участии Гейдер Алиева, Азербайджан совместно с большинством стран-членов ООН в сентябре 2000 года на саммите Тысячелетия в Нью-Йорке принял Декларацию Тысячелетия. Она определила общие рамки для проведения значительных позитивных изменений в жизни людей по миру в период до 2015 года. Министр подчеркнул, что в этой декларации были отражены 8 целей развития. Тогда 128 стран взяли на себя обязательства по сокращению бедности вдвое в рамках целей развития Тысячелетия ООН. Спустя годы Азербайджан является одним из 18 государств, выполнивших это обязательство. Также республика входит в число 29 стран, добившихся снижения уровня бедности до менее 5%. В 2010 году страна вышла из группы со статусом среднее человеческое развитие и включена в категорию высокое человеческое развитие. Теперь же, благодаря продолжению успешной политики великого лидера, Азербайджан смог вернуть себе свои исторические земли. И важное значение имеет дальнейшая реализация масштабных проектов агентств ООН, связанных с разминированием. Ключевым моментом, препятствующим восстановлению освобожденных земель, является необходимость разминирования этих территорий. Это препятствует быстрой их реинтеграции. Основная задача, стоящая перед нами на ближайшее будущее – восстановление освобожденных от оккупации территорий, возвращение наших соотечественников наисконно на наши земли. Предпринимателям и инвесторам при построении бизнеса в Карабахе предоставляется государственная поддержка. Предлагаются необходимые льготы. Здесь реализуются важные инфраструктурные проекты. В этом направлении министерством уже подготовлен проект цели устойчивого развития, который представлен Национальному координационному совету по устойчивому развитию. По словам Микаэла Джабарова, благодаря стратегическим решениям общенационального лидера Гейдара Алиева, в Азербайджане сформировалась устойчивая, развивающаяся экономика. И одной из величайших заслуг основателя современного независимого азербайджанского государства является открытие нового этапа в политической истории страны. По словам вице-премьера правительства Али Ахмедова, сегодня Азербайджан является одной из динамично развивающихся стран, и в этом есть огромная заслуга общенационального лидера. В истории каждого народа есть личности, которые вынесли важнейший вклад в его судьбу. И Гейдар Алиев – один из таких выдающихся людей, подчеркнул вице-премьер. Обладая большой мудростью и опытом, Гейдар Алиев помог своей стране. Он не случайно выбрал путь демократии. Одной из главных целей, поставленных общенациональным лидером, было обеспечение международной интеграции Азербайджана. Теперь республика активно участвует в ряде проектов ООН. Это способствует повышению уважения к Азербайджану в мире, укреплению репутации, а также экономического потенциала страны. Азербайджан входит в число государств, которые быстро развивались последние 30 лет. Гейдар Алиев определил путь, принятый и сегодня в азербайджанском обществе. Транснациональная энергетическая компания Total Energy спривержена к сотрудничеству с Азербайджаном, которому в компании придают большое значение. Об этом в том числе говорилось на прошедшей сегодня встрече президента Азербайджана Ильхам Алиева и президента компании Total Energy по разведке и добыче Николаса Тереза. В частности, стороны обсудили скорое начало добычи на газовом месторождении Абширон в азербайджанском секторе Каспийского моря. На начальном этапе освоения месторождения планируется извлекать 1,5 млрд кубометров газа в год. Над проектом работает компания Jokab, которую учредили Sokar Абширон и Total ANP Абширон. Азербайджан, конечно же, сам заинтересован как можно скорее обработкой газа в этом месторождении, так как уже, как мы знаем, что Азербайджан является одним из надежных поставщиков энергоресурсов в Европейский Союз, да еще в балканские страны в тот период, когда поставки российских энергоресурсов в Европу снизились на целых 30% и упали где-то на 7-8%. Абширон располагается на расстоянии 100 км от Бакуа. Объемы газа, который залегает в 500 метрах под землей, оцениваются в 350-360 млрд кубометров. Также по оценкам недра здесь содержат 100 млн тонн конденсата. Разработка запасов будет вестись поэтапно. И после выхода на полную мощность месторождение Абширон, как ожидается, будет давать около 5 млрд кубометров газа ежегодно и до 10 тысяч баррелей конденсата в сутки. Это значительно повысит экспортный потенциал Азербайджана. Газ, который будет подсплать из Абширонского месторождения, значительно усилит позицию Азербайджана на газовом рынке. И это еще с учетом того, что международные эксперты по этой теме прогнозируют увеличение цен на газ в ближайшие два года. И в этом плане у Азербайджана есть очень хороший шанс получить финансовый дивиденд из того, что в Европу будет поступать дополнительный азербайджанский газ. Президент Total Energies по разведке и добыче отметил, что компания готова расширять свою деятельность в Азербайджане. В частности, на встрече главы азербайджанского государства Николаса Тереза в том числе прошел обмен мнениями о возможных проектах в области производства возобновляемой энергии. Я думаю, что Total в плане того, что укрепить альтернативные энергетические ресурсы в Азербайджане, Total может начать дополнительные проекты, чтобы помочь Азербайджану построить новые солнечные панели, ветерные панели из-за того, чтобы помочь Азербайджану увеличить объем альтернативных энергетических ресурсов, чтобы потом это можно было перепродавать другим странам. Организация стран экспортеров нефти прогнозирует, что рост мирового спроса на нефть в текущем году может составить 2 миллиона 300 баррелей в сутки. Об этом сообщается в майском отчете нефтекартеля. Отметим, что этот показатель остается неизменным уже третий месяц подряд. В докладе также отмечается, что в 2023 году общий мировой спрос на нефть приблизится к 102 миллионам баррелей ежедневно. При этом на страны Организации экономического сотрудничества и развития придется всего 70 миллионов баррелей в сутки от общего роста спроса. Подчеркивается, что в текущем году спрос может снизиться на 0,01% в США и на 0,4% в Европе. Стран экспортеров нефти также сохранила прогноз по росту предложений в 2023 году черного золота от стран, не входящих в ОПЕК, на уровне почти полутора миллионов баррелей в сутки. В абсолютном значении он может составить почти 67 миллионов баррелей ежедневно. Как ожидают аналитики Организации, основными драйверами увеличения предложения станут США, Бразилия, Норвегия, Канада, Казахстан и Гаяна. Стабильное развитие деятельности Азербайджана в космической индустрии в ближайшие годы в стране планируется создать инфраструктуру по производству и испытанию спутников. Такой информацией поделился председатель правления космического агентства Азербайджана «Азеркосмос» при Министерстве цифрового развития и транспорта Самедина Садов, выступая в парламенте. Здесь сегодня Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсудил новый законопроект о космической деятельности. Новый центр позволит полностью задействовать потенциалы азербайджанских специалистов в сфере спутникового управления, отметил глава Азеркосмос. По его словам, планируется объединить усилия государства частного сектора, образовательный и кадровый сфер. Также Самедина Садов рассказал, что Азербайджан будет располагать спутниками очень высокого разрешения, а общее число космических аппаратов, используемых страной, возрастет. В том числе начата реализация новых спутников-проектов и проектов спутниково-оптического наблюдения совместно с израильскими компаниями. Это послужит укреплению нашей безопасности и обороноспособности. Мы планируем запустить первый спутник по проекту Азерскай-2 в 2025 году. Скорее всего, мы продолжим использовать зарубежные компании для выведения спутников на орбиту. Потому что сейчас для Азербайджана разработка собственных спутников – сложная тема, и в ближайшем будущем это не представляется возможным. После этого в 2027 году планируется вывести на орбиту спутники, собранные в стране и подготовленные собственными специалистами. Согласно положениям законопроекта о космической деятельности, документ определяет правила обеспечения безопасности космической отрасли и деятельности в ней. Перечислены и принципы, по которым Азербайджан осуществляет свою деятельность в космосе. Это использование космического пространства для мира, защита национальных интересов, эффективное использование ресурсов, безопасность космической деятельности, а также многое другое. Проектом закона определены субъекты космической деятельности, которые вправе сдавать в аренду и безвозмездно пользоваться средствами и объектами космической отрасли, международных организаций, иностранных государств и иных иностранных лиц. Также отмечается, что законопроект определяет условия создания охранных зон, необходимых для функционирования наземной космической инфраструктуры в Азербайджане. Продолжение следует... Продолжение следует...